Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня, я очень рада, что вы ко мне заглянули. И сегодня я хотела бы вас немножечко подбодрить, порадовать в этот такой неприятный коронавирусный карантин, в котором мы сейчас все находимся, ну по крайней мере Украина, страны Западной Европы, это точно. Мы сидим в основном дома, карантин у нас строгий, открыты только банки, аптеки, продовольственные магазины и почты. Людей на улицах мало, в основном все выходят на улицу только по острой необходимости купить что-то. А так в основном все прячутся по домам. Я также сижу сейчас дома и, если честно, я смотрю на это только в позитивном ключе, так как у меня никогда не было такого продолжительного отпуска 2-3 недели. И я даже радуюсь по этому поводу, хотя, конечно, причин для радости, возможно, и немного, но у меня они есть, безусловно. У меня появилось очень много свободного времени, я могу делать все, что мне заблагорассудится, я могу снимать больше видео, я могу читать, я могу вышивать, заниматься любимыми хобби, я могу вычистить свой дом к праздникам, допустим, к Пасхе, да, я могу много готовить для своих домочадцев, я могу много общаться с ними, потому что сейчас мы практически целый день все дома, и это, в принципе, очень классно. Поэтому, не знаю, мне тоже кажется, вам стоит именно с такой точки зрения смотреть на эту образовавшуюся проблему, и я думаю, скоро это все закончится, и мы забудем об этом, как о страшном сне. Ну и также, мне кажется, стоит себя все-таки баловать в этот сложный для нас период, чем-то приятным, что кого радует. Меня, конечно, как любителя парфюмов, радует приобретение новых ароматов, это, безусловно, что еще может меня больше радовать, чем это? Ничего. Поэтому я купила себе несколько новых ароматов. Вообще-то, этой весной я купила себе очень много ароматов, и со временем о каждом из них я вам расскажу. Сегодня я расскажу вам о двух парфюмах от Cartier, которые я себе купила. Я купила их не вслепую, я о них хорошо знала, эти ароматы, у меня были они в мини-версиях, а также в пробнике, и мне очень захотелось купить себе полноразмерные флаконы, так как флаконы всегда мне очень нравились. Нашлась хорошая цена на эти парфюмы, и я решила, почему бы не сейчас. Значит, первый аромат, который я вам покажу, это Безе Вале, вот такой огромный флакон 100 мл. Это тестер, конечно же, очень выгодно покупать в тестерных упаковках, если это не на подарок. Я всегда для себя беру тестеры. Я уверена, что это 100% оригинал, поэтому я не сомневалась в том, стоит ли мне покупать именно тестер. Что можно сказать об этом парфюме? Этот парфюм у нас издан в 2011 году, и принадлежит группе ароматов цветочной. Здесь основная нота лилия, она у нас и в верхних, и в средних, и в базовых нотах. Также здесь есть еще зеленые ноты и цитрусы. Несмотря на эту пирамидку, такую не широкую, не богатую, аромат получился просто великолепный. Я всегда хотела познакомиться с этим парфюмом. Прошлым летом я взяла себе пробничек и носила его летом. И это было просто великолепие. Он очень красиво раскрывался именно в теплую погоду. Я его не носила в холод, не знаю, но читала многие отзывы, что некоторым он нравится зимой, а некоторым летом. Для меня лично он более носибелен именно летом, потому что он раскрывает все свои ноты и звучит очень красиво и богато в этот период. Значит, что я здесь слышу? В первых нотах это очень сочные зеленые ноты. Даже немножко скошенной травкой тут немножко так попахивает, да. Очень насыщенный зеленый аромат именно стеблей лилии. Вот разломленные такие сочные, такие толстые стебли лилии здесь очень хорошо слышны. Также острые яркие цитрусы, такие колкие даже немножко. И, конечно же, лилия. Лилия здесь у нас просто ювелирной работы для меня, потому что она не удушающая, она не головокружительная, она не тошнотворная, она не животная такая. Бывают, знаете, очень индольные такие лилии, сильные, которые настолько вас душат и вызывают головную боль, с которыми в одном помещении даже находиться невозможно. Это не такая лилия. Это очень нежная, вычищенная, рафинированная лилия, которая звучит очень дорого, аристократично, утонченно, породисто, респектабельно. Очень красивый парфюм. Это аромат шикарный, но спокойно шикарный, мне кажется. То есть он не на выход, он не на торжество, он не на какой-то бал, возможно. Но, тем не менее, он звучит очень достойно и очень, повторюсь, дорого. Аромат очень красивый, нравится мне все больше и больше. Сейчас в холод он немножко действительно какой-то острый. Острый. Он ярко-зелено-травяной. Лилия чувствуется, но не сильно. И он не пудрится в конце звучания. То есть в тепле он очень быстро преобразовывается в красивую цветочную пудру. И это как раз мне очень сильно нравится. Сейчас как раз этой пудры я не ощущаю. Поэтому я оставлю его до тепла или до теплой весны, или уже до начала лета. По-моему, что в самую жару он тоже будет не особенно красив. Но, тем не менее, я его испробую во все температурные режимы. И, конечно же, поделюсь с вами. Я очень довольна этой покупкой. Довольна, что взяла такой большой объем, что мне его надолго хватит. Что я буду наслаждаться долго этим ароматом. Следующий парфюм, который я себе купила, это «Пантера». С этим парфюмом я уже знакома, в принципе, давно. Как видите, у меня есть и миниатюрка этого парфюма. Вот такая маленькая, 6 мл. Когда он только вышел, я немножко раскритиковала его. И он меня не впечатлил абсолютно. Я ожидала, возможно, от него большего. А, возможно, я наносила его на мазом. Еще в те времена мне советовали перелить его в атомайзер. Для того, чтобы расслушать и понять его красоту. Я так этого и не сделала. И, в принципе, не собиралась покупать себе флакон. Но, когда я услышала, как он пахнет со стороны, когда я зашла в помещение, моя новая знакомая как раз воспользовалась этим парфюмом. И это был такой великолепный, мощный, яркий, красивый шлейф. Но в то же время не кричащий. Он был благородный и также аристократичный. Аромат пах очень дорого. С такой небольшой стервозинкой, знаете. Я люблю такие парфюмы. Такие немножечко с огоньком, с изюмом. Я сразу ей сказала, что на ней пантера. Что пахнет это просто великолепно. Она удивилась. Потому что, наверное, никто никогда не угадывал на ней духи. Я так думаю. И потом, со временем, в честь того, что я так быстро угадала этот парфюм, она подарила мне вот такую, видите, тревел-версию, которую она получила в подарок за покупку в Дьюти Фри полноценного вот такого флакона. И она говорит, раз уж ты так его любишь, хотя в те времена у меня еще такой любви к этому парфюму не было, я дарю тебе такую вот миниатюрку. Просто даже всунула мне его в руки, потому что я как-то очень не люблю принимать такие подарки от не особо знакомых мне людей. Но, тем не менее, я этим ароматом, как видите, пользовалась и очень даже часто. И я прониклась. Он меня просто любил в себя. Эта кошечка, эта пантерка меня все-таки обласкала, приласкала, и поэтому сейчас это, я думаю, будет также одним из самых моих любимых парфюмов. Он это заслужил, потому что шлейф великолепный, стойкость просто супер, эффект от парфюма чудесный, собирает комплименты, обращает на себя внимание, поэтому я уже не сомневалась, что мне нужен целый флакон. И посмотрите на эту красоту. Это все-таки то, что я люблю. Так же, как и этот парфюм Безе Валле. Это простая форма, это мощное такое тяжелое стекло. Это все смотрится так массивно, дорого, респектабельно, как я уже говорила. И очень-очень для меня лично стильно и красиво. Значит, флакон полностью у нас гладкий, и эта мордочка пантеры вырезана именно в средине. Мне это очень понравилось. Я раньше думала, что это так же, как на миниатюрке, с другой стороны. Как видите, здесь с другой стороны вырезано, а с этой стороны нужно как раз на эту пантерку и смотреть. Вот здесь абсолютно все по-другому. Есть мордочка и с этой стороны, и с этой стороны. И классный флакон, просто великолепный. Я очень люблю такие флаконы, как бы простые, минималистичные, но в этом вся их красота все же. Здесь у нас вот такой фиксатор, на котором тоже много чего там написано. Вот, для того, чтобы парфюм не распылялся при перевозке. И аромат. Аромат просто для меня божественный. Очень мне он сейчас нравится, хотя вначале я критиковала его за то, что он довольно-таки мыльный. Чувствуется здесь довольно-таки нота для меня мыла, но это все-таки красивое, дорогое французское мыло. Парфюм построен у нас на нотах гордении, сухофруктов, нотах дубового мха и мускуса. Также мне здесь чувствуются тонко, намеком немножко кожаные ноты. Это действительно так. Это очень красивый, такой утонченный, дорогой шипровый женский аромат. Мне это очень нравится. Вообще люблю шипры, как вы уже знаете. Это, наверное, самая любимая категория парфюмов для меня. Если аромат шипровый, в принципе, я его буду носить. Если не сразу он мне понравится, то со временем это точно. Аромат немножечко олдскульный, немножечко старошкольный, так сказать. Так как он сделан у нас по образу и подобию аромата Пантера 1986 года. Поэтому это классика, я считаю. Он не устаревший. То есть, хоть он и аромат старой школы, но это абсолютно не ретро. Это вечная классика, которая будет популярна, красива и любима всегда, мне кажется. Я просто очень рада и счастлива, что он у меня сейчас появился. И доставляет мне удовольствие и радость именно в такой сложный период. Он мне, наверное, заикарится, скорее всего, этот парфюм и этот с тем коронавирусом, который у нас сейчас пугает весь мир, да? Можно так сказать. Кстати, недавно мне удалось попробовать еще новый аромат от Cartier Carat, который выпущен у нас в прошлом году, насколько я знаю. И много о нем противоречивых отзывов, но могу сказать вам сразу, что аромат мне понравился. Это очень яркий цветочный парфюм, основан на нотах цветов именно весенних. Это и тюльпаны, и нарциссы, и гиацинты, и мимоза. И также сочные груши. Аромат действительно такой яркий, позитивный, звонкий, переливчатый, многогранный. Да, как вот бриллиант, как, например, какой-то драгоценный камень. Мне очень понравился парфюм и его стойкость, его качество, его качественная композиция, я бы сказала. Он долго, красиво звучит, прекрасно шлейфит. И он такой позитивный, озорной такой, задорный, веселый аромат. Я люблю такие парфюмы именно весной, такие, которые пробуждают, бодрят, дают настроение какое-то, эмоции приятные. Поэтому мне аромат очень понравился. Если попадется на него хорошая цена, возможно, себе маленький объемчик и прикуплю. Мне бы было очень интересно узнать ваше мнение по поводу аромата в Кортье, и в частности аромата Карат. Пишите в комментариях, с удовольствием буду читать, потому что я уважаю действительно эту марку. Я не знакома особенно с многими парфюмами, но то, что я пробовала, мне действительно очень понравилось и зашло. У моего мужа есть аромат Декларейшн, и мне он очень нравится. Это очень красивый, породистый, дорогой мужской парфюм, который мне очень нравится. Он тоже тонко, ненавязчиво, деликатно, но очень красиво звучит. Поэтому, возможно, это почерк такой Кортье, действительно, такой ювелирно утонченный, точеный почерк. Это все чувствуется, дороговизна, порода, качество. А в этих ароматах действительно это все прослеживается и пробивается красной нитью, мне кажется. Но, в принципе, хочу и вам пожелать не поддаваться этой панике, этому массовому психозу. Радуйте себя, держитесь на позитиве, окружайте себя приятными вещами, отдыхайте, выспитесь наконец-то. Есть такая классная возможность, готовьте себе что-то вкусненькое, смотрите интересные фильмы и сериалы, общайтесь со своими близкими. Это прекрасная возможность отдохнуть лишний раз, которой, я думаю, еще долгое время не будет. А я думаю, этот вирус скоро отступит, я уверена в этом. В скорости все это пройдет, жизнь пойдет своим чередом, все наладится и мы забудем об этом, как о страшном сне. Надеюсь, мне удалось вас сегодня немножечко развлечь и порадовать видом красивых флакончиков. На этом буду заканчивать свое видео, увидимся с вами в следующих видео, до скорых встреч, пока!